Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Плятко и Анатолий Петров. И сегодня мы будем говорить о разных фармакологических формах электролитов. Не так давно, друзья, в нашу практику вошли электролиты. Раньше мы использовали просто чай из разных трав, таких как люцерка, кора дуба, клевер. Да, но сейчас уже, следуя мировым тенденциям, и производители в Украине начали производить электролиты, и завозят электролиты, они уже тесно вошли в нашу практику. Дело в том, что когда мы давали просто чай, просто чай, он фактически выходил транзитом. Из-за нарушения атмосферного давления в просвете кишки, жидкость фактически не всасывала. И выходила зиарея, и потому бороться с поносами было сложно. Сейчас, когда появились электролиты, намного все проще. Они нормализируют атмосферное давление, и с помощью этого такие вещества, как электролиты, минералы, калий, наций, также глюкоза и разные другие компоненты, которые входят в составы электролитов, хорошо всасываются в кровяное русло и пополняют потерянную жидкость в организме, нормализуя кислотный, водно-электролитный и кислотный баланс, ликвидируя ацетоз. Мы провели небольшой эксперимент, в котором сравнили украинский электролит в виде порошка под названием «Пиктосил» фирмы «АВМ Трейгер», а также жидкий электролит фирмы «Интерхеми» и электролит в виде болюсов одной польской фирмы. Болюс электролитный. При первых признаках диареи задаем два болюса с интервалом 2-3 часа. Со второго дня один болюс в день до клинического выздоровления животного. Обязательно должен быть свободный доступ к воде или к чаю. Электросол ОРОН Это вязкая прозрачная жидкость, которая легко растворяется в воде или в чае. Дозировка на теленке 50 мл. Растворяем в 50 мл этих двух литрах воды или чая. Электролит задаем два раза в день на протяжении 3-5 дней. Перемешиваем жидкость и даем теленку. Используем сухой электролит пектосил украинского производителя ABN Trade. Доза пектосила на теленке это 120 грамм в сутки или 60 грамм на одну выпайку. Или 5 мерных ложечек, которые есть в каждой упаковке. Разводим в полтора-двух литрах чая или воды, температурой 38 градусов. И размешиваем. Порошок хорошо растворяется в теплой воде. Становится такая слизистая жидкость. И даем теленку. Теленок хорошо выпивает, так как оно имеет вкус соленоватый, сладковатый. Приятный вкус и запах тоже ванильный. Как правило пектосил мы используем полтора-два дня. Дальше стул становится нормальным. Также мы сделали небольшую экономику использования электролита. Так у нас вышло результате эксперимента, что пектосил украинского производителя ABN Trade выходит в среднем на курс лечения, который у нас проходит в среднем 2 дня. Вот, 40 гривен и там 20 копеек. Если мы используем электросолк Орел, это жидкий электролит, в среднем мы его используем 3, а чаще все-таки 5 дней. И это выходит около 80 гривен. Ну, мы берем по максимуму. И если использовать полюсы электролитные польского производителя, то сумма просто фантастическая. Она составляет около 537 гривен. Это при том, если их использовать около 4 дней. Если до 7 дней есть такая потребность, вот, как прописано в инструкции, то сами представьте, какая это огромная сумма. Вот, ввиду этого мы хотели бы сделать заключение, что использование электролита пектосил украинского производителя является наиболее оптимальным. Во-первых, сроки использования и лечения диареи сокращаются до 2 дней. Во-вторых, цена около 40 гривен. Вот, и мы в своем хозяйстве лично мы приняли решение использовать пектосил города. Пектосил, извиняюсь. Вот, и еще один момент интересный. Чем отличается именно пектосил? Тем, что у него есть вяжущие вещества, такие как яблочные пектины, а также танин, четанин и крем. Может, это и является причиной его эффективности? Друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своим опытом, ставьте лайки и следите за нашими видео. Берегите свои животные. До свидания. Фирмы АВМ-3. Также мы взяли Кинг-Ид. Все, все обоеваем. Фирмы АВМ-3. Фирмы АВМ-3. Фирмы АВМ-3. Фирмы АВМ-3. Фирмы АВМ-3. Продолжение следует...